Если бы вам осталось жить 10 минут, как бы вы их прожили? Скорее всего, я потратил бы 9 минут, думая, что мне делать. Но как насчет оставшейся минуты? Чувак пока не знает, ему ведь не придется умирать через 10 минут. Заварю чай, выйду на балкон, чтобы вид был получше, и буду в тишине пить чаек. Так придется 10 минут ждать, пока он остынет, и его можно будет пить. Когда ты умрешь, тебе будет плевать на ожог языка. Занялся бы любовью со своей женой, а остальные 9 минут и 45 секунд сидел бы в обнимку с сыном. Тебе еще понадобится несколько секунд, чтобы одеться. Он их учел, не переживай. Удалю историю браузера. И обнаженку, и историю всех переписок. Лучше сжечь жесткий диск и телефон, чтобы никто и никогда не смог восстановить данные. Вернусь к курсу органической химии в колледже. Там 10 минут казались мне 10 часами. За исключением моментов, когда я засыпал. Наверное, я сяду где-нибудь в общественном месте с табличкой «Они собираются меня отключить». Чувак, весь мир сойдет с ума. Мне нравится, ха-ха. Надо поддерживать тему симуляции мира. Буду паниковать. Тоже вариант. Последние 10 минут жизни я бы провел в трансляции на фейсбук. Хотел бы, чтобы мои друзья увидели меня в последний раз. Но я не скажу им, что должно произойти. Не хочу спойлерить. Люди терпеть не могут спойлеры. Съем огромное количество шоколада. К черту диету. Собираюсь обдолбаться сахаром. Причина смерти – сахарный передоз. Я бы потратил 9 минут на то, чтобы найти себе занятие. И одну минуту на то, чтобы ныть о том, что мне скучно. Я бы схватил какую-нибудь рандомную вещь и рванул бы в какое-нибудь дико странное место. Пусть случившееся будет для всех реальной загадкой. Ага, умру голой на кукурузном поле в шляпе ведьмы, а вокруг будет валяться дюжина разможженных дынь и, само собой, свечи. Посреди поля в одних лишь носках и шапочки из фольги. А на спине у меня краской будет написано «Мы пришли с миром». А еще я проглочу столько шарика подшипников, сколько смогу за 9 минут. И да начнется хаос. А при чем тут шарика подшипники? Именно. Убью себя сам. Я очень нетерпеливый и ненавижу ждать. У нас тут человек, который привык все делать на своих условиях. Разослал бы сообщение, в котором было бы написано, что если получатель не перешлет его дальше, то я умру. Я бы написал в Твиттере, что правительство пытается убить меня, потому что я знаю, где они держат харамбы. И что он жив, а еще что он русский шпион. Примечание. Харамба – самец. Гориллы, ставшие известным благодаря нападению на ребенка 28 мая 2016 года в зоопарке Цинценати. Тогда трехлетний ребенок упал в вольер с гориллами, где, по свидетельствам очевидцев, харамба схватил его за ногу и стал таскать из угла в угол. Опасаясь за жизнь ребенка, сотрудники зоопарка застрелили гориллу. Инцидент, снятый на видео, вызвал бурную реакцию и широкое обсуждение о том, стоило ли убивать животное. Как-то раз малыш Тимми узнал страшный секрет. Он в Пентагон написал, написал в госсовет. «Я узнал гнусный факт», – докладывал Тим. «Печальную правду судьбы, катастрофы и горе и прочее с ним. В общем, встанете вы на дыбы. И пусть будет в курсе весь интернет». Тим сделал последний свой вдох. Но Путин тихонько сказал «ну уж нет». И Тимми не стало. Малыш Тимми сдох. «Наверное, просто потискаю свою кошку». «Похоже, что преследуемый начинает терять контроль над управлением». «О, черт, кажется, он заснул. Он направляется прямо к обрыву. Я думаю, он пытается покончить с собой. Как считаешь, Джефф?» «Боб, он уже мертв». «Переведу все свои сбережения на банковский счет дочери. Позвони в свой банк и уточни, включен ли у тебя пункт выплата в случае смерти. А также составь завещание, если еще не сделал этого. В понедельник я только что потерял отца. И, к счастью, у него уже было все готово. Его смерть стала тревожным звоночком для моих тетей и дядей. «Я на эти 10 минут схвачу паническую атаку». Это самый реалистичный ответ. Ты будешь слишком обескуражен и подавлен из-за скорой предстоящей смерти. Так что не сможешь насладиться последними минутами жизни, лол. Я бы, наверное, прорыдал все эти 10 минут. Не могу представить, что оставлю своего маленького пацана без отца. Уверен, что и моя жена будет сильно по мне скучать. «Передерну». Да, но что ты будешь делать с остальными 9 минутами и 57 секундами? «Передерну еще раз». Как-то раз мой кузен Уолтер решил передернуть в общественном месте. Это реальная история. Он летел в Нью-Мексико, как вдруг у самолета отказала гидравлика. Самолет начало бросать из стороны в сторону. Он вышел из-под контроля. И Уолтер решил, что все кончено. Он достал своего удава и начал его душить прямо там. Тогда все остальные люди взяли с него пример и начали делать то же самое. И вот все пассажиры самолета, падая в бездну, яростно передергивают. Как вдруг щелк, вновь включается гидравлика. Самолет выравнивается, а затем благополучно приземляется. Пассажиры достают свои вещи, собираются и сходят с борта. После чего никто никогда не вспоминает и не рассказывает об этом случае. Цитата из фильма «Лоботрясы». Съем буррито, который я только что заказал. После чего окажется, что ты умрешь как раз от буррито. И если бы ты его не съел, ты бы, наверное, выжил. Найду способ, как вовлечь в это кого-то другого. Буду пить кофе и перед самой смертью скажу «Хм, какой-то странный вкус» и тут же умру. Вот же я подпорчу день кому-то. Или за три секунды до смерти сказать «Я сейчас умру, пожалуйста, помни меня за вот это» и отдать распечатанную фотографию Рика Эстли, а затем умереть. Я возьму рандомную флешку, подбегу к кому-нибудь на улице и выкрикну «Мы не смогли его сдержать, пожалуйста, передай это доктору Зувалке в ЦКЗ, Центр по контролю заболеваний». Она единственная, кто может его остановить. Она работает по секретному протоколу, так что ты не сможешь нигде найти ее по имени. Но она живет по адресу, и тут я падаю замертво, без видимой на то причины. Затем весь мир начнет сходить с ума, пока кто-нибудь, наконец, не решит посмотреть, что же на самом деле находится на этой флешке. А там окажется какая-то рандомная фигня, типа музыки и фильмов, либо она вообще будет пустой. Несомненно, на ней должен быть рекрол Рика Эстли. Вздремну, наверное. Та же фигня. Просто прилягу и немного отдохну. Обниму свою малышку и запишу для нее голосовое письмо. А еще я обниму и поцелую на прощание своего мужа. Черт, этот вопрос взбудоражил во мне немало эмоций. Да, я об этом же подумала. Голосовое письмо отличная штука. А может вообще записать видео. Все, чего бы я хотела, это обнять своего ребенка и провести время с ним и моим мужем. В оставшиеся две минуты я бы попросила, чтобы вы вместе полежали в постели или посидели на улице. Моя первая мысль была о том, что было бы здорово взглянуть на небо, но скорее всего я бы смотрела на своего малыша и говорила ему, что мама любит его и что он должен быть смелым и добрым. Я бы надел костюм. Хз, но я лучше умру в костюме. Понимаю тебя, во многих других комментах чуваки говорили про перепихон и дрочку. Но черт возьми, я не хочу умереть голым. Скорее всего, как обычно, потрачу это время впустую. Некоторые ребята уже говорили об этом, но по какой-то причине именно твоя формулировка задела меня заживое. Я трачу 90% своего свободного времени на всякую хуйню вроде Реддита, ТикТока и прочего говна. И делаю я это прямо сейчас. Если бы у меня оставалось 10 минут жизни, я бы даже не знал, как их потратить, потому что я и сейчас не даю себе возможности понять, чего я на самом деле хочу. Выкурю всю свою траву, потому что я не хочу умирать трезвым. У меня была такая ситуация. Я отдыхал на Гавайях, как вдруг всем людям пришло сообщение о том, что на нас летят бомбы. И это не учение. Мы с женой сразу отправились на пляж. Мы шли по песку, держались за руки, благодарные за жизнь, которая у нас была. Либо это казалось ложная тревога, либо загробная жизнь совсем не такая, какой я ее себе представлял. Пробежался бы по улице, бежал бы туда, куда я никогда раньше не бегал. Даже если бы в этот момент я находился на какой-то знакомой улице или в здании. А когда бы я устал, то сел бы в машину. Может быть, я съехал бы с дороги в лес, просто чтобы глянуть, как там. Было бы здорово ощутить последний прилив свободы и почувствовать себя исследователем, не парясь о том, что кто-то скажет тебе что-то или вызовет полицию за твое странное поведение. Я бы позвонил всем, кому только мог, чтобы сказать, что люблю их. Отправил бы все свои пароли моим пожилым родителям. Я управляю их финансами, и они зависят от меня. На самом деле у меня есть большой страх, что со мной что-то случится, и у них будут проблемы. Изменено. Многие спрашивают, есть ли у меня такая ситуация, то почему я до сих пор не сделал этого? Мне 27. Я начал всем этим заниматься только несколько лет назад, постепенно. И я еще не особо шарю, но спасибо за ваши советы. Воспользуйся менеджером паролей, например, 1Password. Он поможет тебе использовать лучшие пароли и в целом повысит безопасность. Используй функцию аварийный комплект, по крайней мере, так она называется, в 1Password. И распечатай на листе бумаги данные главного пароля. Храни этот лист там, где его можно будет найти после твоей смерти. Я храню его вместе с завещанием и трастовой информацией. Мне нравится Dashlane. В нем есть функция экстренной ситуации. Вы можете добавить кого-то в свои экстренные контакты. Если этот человек попытается запросить доступ к вашему аккаунту, то через все возможные способы связи вам от Dashlane придет уведомление. И если вы не ответите на него в течение определенного времени, дни, недели, месяцы на ваш собственный выбор, то ваш контакт получит полный доступ к вашему аккаунту. Я добавил в экстренные контакты свою жену и мать. На случай, если что-либо случится. 9 минут и 59 секунд я бы занимался прокрастинацией, а потом бы умер. Я мог бы стать моряком, солдатом портным. Я мог бы быть рыбаком, юристом зубным. Я мог бы стать поэтом, слугой почтальоном. Я мог бы быть бойцом, любовником, шпионом. Я мог бы хоть завтра, а мог бы хоть час. И с радостью стал бы, но уж пробил мой час. Времени нет, да срок мой иссяк. Так долго решал, что уже канул во мрак. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пишите, если бы вам осталось жить 10 минут, как бы вы их прожили. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока!